Я крестилась без огласительных бесед и крестных. Пришла, заплатила деньги, и в тот же день священник совершил таинство. Но крестилась я не из любопытства. У меня были тяжелые грехи и покаяние в душе. Я знала, что помочь мне может только это. Надо прийти к Богу, отдать себя и принять крещение. Надеялась так получить прощение грехов, и в моей душе, действительно, произошли серьезные перемены. На ту пору я знала только молитву Отче наш, верила в Бога и вечную жизнь, читала Евангелие, но ничего не понимала в нем. Ну, вы читали, хоть и не понимали, но читали. Мне нравились беседы Иоанна Златоуста, купила в свое время, читала до крещения. Вот, видите? Так что не сказать, что вы совсем профан. Что-то вы знали, и Евангелие читали, и Иоанна Златоуста читали, даже имя Иоанна Златоуста и то вам было знакомо, это уже кое-что. Если бы священник попытался меня заставить посещать катехизические беседы, то я могла бы отказаться от своего намерения, так как среди моих родных и близких не было выцерковленных людей. У меня возникли бы трудности и неприятности в семье. Впрочем, потом так оно и случилось. Первое время я ходила в церковь тайком, первые два года это было «одиночное плавание», потом встретила в храме подругу, стало легче. Не буду продолжать далее свою биографию, много было всего, наверное, беседы перед крещением нужны, невежество – вещь плохая, но все же, поначалу нет никакого желания узнавать символ веры, значение различных церковных таинств, историю церкви и т.д. Просто не до этого. Вкус ко всему этому приходит потом, когда сама жизнь к этому подталкивает. Обо всем этом я узнавала постепенно в течение нескольких лет. Это только мое мнение, извините, если что. Да, это ваше мнение, и такое мнение существует, и такого же мнения придерживаются, кстати говоря, многие священники, которые соглашаются крестить людей без особой подготовки. Они как раз, примерно так, мотивируют свое решение. Они говорят, что есть и такие люди тоже. Вот, пожалуйста, яркий пример. И это уже не из уст священника, а из уст конкретного человека, который прошел этот путь. Тем весомее это свидетельство, то есть это явно человек через себя это все пропустил. И тем не менее, знаете, история не терпится слагательного наклонения. Мы не знаем, что было бы, если бы вам в тот момент священник сказал, а вот знаешь что? Надо сначала вот то-то, то-то, то-то сделать. Еще неизвестно, как бы вы себя повели. Может быть, вы бы отказались. Но потом недельку бы подумали или две, может быть, потом передумали бы. То есть, кто его знает, как бы оно пошло? Здесь мы не можем говорить однозначно. Я считаю все-таки, что готовить людей нужно. Не надеяться на то, что авось у него в сердце что-то кольнуло, и он, как вы, потом пойдет, 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 потихонечку все будет узнавать, и все до него будет доходить потом. Вот на это надеяться я бы нет. Это неправильно. Зачем крестить? Это неправильно. Я считаю, что нужно готовить людей. Это мое мнение.